Всем привет! С вами я, Анатолий Изгор, и команда Сигмы. Самые свежие новости этого понедельника и обзор выходных только для вас. Поехали! Год возглавлять такой регион, как Ямал, согласитесь, это непросто. Годовщину своего губернаторства Дмитрий Артюхов отметил в широком кругу. Люди собрались любопытные. Меньше чем за полтора часа 20 вопросов. Давайте узнаем некоторые подробности этого разговора с журналистами. К этой встрече каждая редакция готовилась, наверное, одинаково. Мозговой штурм, анализ социальных сетей. Вопросы исключительно на злобу дня. Вот и Сигма решила узнать у губернатора, что делать, чтобы дорожников ругали меньше. Как, например, в последнюю снежную зиму и этой весной, когда нахлынуло дворовое половодье. Но в Мурингое, как и во многих других муниципалитетах, расчистка от снега мать крупной организации. Они чистят и магистрали, и междворовые, и межквартальные проезды, тротуары, дворы и так далее. Работа идет, результат виден, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы горожанам. Одна организация, мы все это понимаем, одномоментно своим графиком не может охватить весь город. Точно, чего не хотелось бы делать губернатору, это советовать главам, как ему снег выбирать. Поэтому какого-то централизованного решения мы тут точно никому не будем рекомендовать. Это и есть та самая зона ответственности городских команд. Как они это сделают? Будут делать один крупный лот, который позволит предприятиям улучшать свою материальную базу. Либо будут это бить на мелкие, чтобы было большее количество участников. Здесь абсолютно разные возможны сценарии. И мне важно одно, чтобы то количество негатива, которое у нас каждую весну появляется, чтобы оно уменьшалось. Уменьшится ли? Проверим будущей зимой. Еще один вопрос от Нового Рингоя привезли в ноябрь к нашей коллеге из телерадиокомпании «Импульс». Специфика газовой столицы такова, что живет тут в два с половиной раза больше людей, чем зарегистрировано официально. От этого увеличивается нагрузка на врачей и появляются нежелательные последствия в виде больших очередей, в виде невозможности дозвониться в регистратуру. И возможно ли какая-то будет у нас реформа здравоохранения. И чтобы эту нагрузку для наших узких специалистов была сделана из расчета реально проживающего количества людей. Как ответил губернатор, ставки врачей в Новому Рингое добавляются с учетом фактически проживающих. В округе этот процесс идет с начала года. Возможности для этого есть. Всего меньше чем за полтора часа корреспонденты задали 20 вопросов. Про все. Строительство и спорт, программу переселения из аварийного жилья и чистую воду и воздух. Большой блок вопросов был про дороги. Работа самого губернатора нашего, Андрея Артюхова, она очень прозрачна. И часто вопросы задают и через социальные сети. И вопрос мы выбирали, конечно, самый актуальный, который больше всего интересует наших жителей. Это строительство моста через реку Пур. Строительство ведется досрочно. Мост будет введен в следующем году. Это опережение на один год. Для легковых авто и спецтехники, скорой помощи и МЧС проезд будет бесплатный. К слову, не все вопросы были серьезными. Так главу региона спросили про любимое время года и отпуск. Губернатор рассказал, в прошлом году не получилось пойти в отпуск. А в этом на отдых едет на Черное море. Но тут же оговорился, лето непредсказуемо. Может и не получится поехать. Глава региона себе не принадлежит. А вот высыпаться надо, сказал Дмитрий Артюхов. Хотя бы раз в неделю. Любовь Ломака, Наталья Риховских, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Командир рейса «Сургут-Худжант» принял решение выработать топливо и вернуться в аэропорт. Следственный комитет ХМАО проводит доследственную проверку по факту этого авиационного инцидента. По предварительным данным, самолет вылетел 25 мая в 18 часов 45 минут из аэропорта «Сургут». Когда он набрал высоту, сработал датчик стабилизатора. На борту находилось 134 пассажира и 6 членов экипажа. В 21.35 борт благополучно приземлился в аэропорту вылета. Никто не пострадал. Следователи выясняют причину случившегося. В этот же день новорингойским авиапассажирам «приключений» тоже хватило. Их эвакуировали из здания аэропорта. В итоге запланированный рейс в Уфу был отложен. Но выехали по тревоге силовики не только в воздушную гавань. Что случилось, расскажем в сюжете. Все старались как бы побыстрее просто выйти. Охранники подсказывали, куда лучше пойти. Вот так неожиданно для Эльмиры и ее мужа закончился субботний визит в торгово-развлекательный центр «Солнечный». Девушка говорит, очень быстро стало понятно, что это не учение. Когда прозвучал сигнал тревоги, мы были на третьем этаже. Охранники начали всех-всех выводить. У всех была паника, естественно. Были люди, которые выбегали просто с едой, кто-то без верхней одежды, видимо, сидели в кинотеатре. Жалко было, конечно, детей, которые без курток в холоде стояли. Нетеплый был день. В этот нетеплый день все спецслужбы города подняли по тревоге. Причина – звонок о минировании крупных торговых центров и аэропорта. Сотрудники полиции совместно с другими силовыми структурами незамедлительно выдвинулись на указанные объекты. Массовая эвакуация началась почти одновременно. На полный осмотр всех зданий потребовалось больше трех часов. Задействованы были 200 с лишним полицейских и около 40 бойцов ОМОНа, 50 сотрудников ЛОВД и 35 спецмашин. Взрывчатку искали специально обученные собаки. В ходе обследования зданий сотрудниками кинологической службы ОМВД России по городу Новому Ренгою совместно с сотрудниками Росгвардии опасных предметов не обнаружено. По данному факту, отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Пока полиция не сообщает, сделан звонок из другого города или похулиганил на уголовную ответственность кто-то из местных. Известно только, что в этот же день, 25 мая, волна ложных сообщений о минировании прокатилась по нескольким городам России. А сейчас новости короткой строкой. Там мы расскажем, сколько на нас тратят денег из бюджета, а еще про удивительные события и встречи. Ямал вошел в пятерку регионов, которые больше всех тратят на жителей из бюджета. Итак, больше всего потратились на своих в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Хмау и Янау. Всего в рейтинге 85 регионов. На последнем месте Чукотка. Наибольший объем расходов, как правило, приходится на социальную политику и образование. Среди других направлений – культура, здравоохранение, физическая культура и спорт. Мальчика из Ноябрьска, который не обратил внимания на пожар, обсуждает вся Россия. Подросток качался на качелях на фоне полыхающего здания. Эта видеозапись попала в новостную ленту всероссийского издания «Лайф Ньюз». На ролик наложили песню «Крылатые качели». Кстати, многие пользователи недоумевали и спрашивали, а что нужно сделать ребенку во время пожара, ведь подтушить его он все равно не сможет. Ямалец заснял неожиданных путников на проезжей части. На любительские кадры попало медвежье семейство. Пятеро косолапых – медведица, а рядом с ней медвежата. Ни косолапые, ни оператор не испугались друг друга и продолжили свой путь. Вся запись длится полторы минуты, пока медвежата вслед за медведицы не скрылись в лесу. Бармен из Ноябрьска вошел в топ-10 лучших в Урфо и по Волжье. 25-летний Артур Неповторимый занял седьмое место на отборочном чемпионате по барному искусству в Набережных Челнах. Молодой человек, кстати, увлекается флейрингом, приготовлением коктейлей с использованием элементов жонглирования. В октябре Артур собирается в Санкт-Петербург на чемпионат России. А если повезет, и он войдет в топ-50, будет защищать честь страны в Каире в начале следующего года. Любовь Ломако, Наталья Риховских, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Одна из жительниц Нового Рингоя прислала нам в редакцию фотодоказательства «На площадке Виадук побывали вандалы». На снимках хорошо видно, что под тяжелую руку хулиганов попали даже детские качели. Впрочем, это не в первый раз, когда спортивный комплекс оказался под разрушительным натиском. Мы напоминаем, что на площадке установлена система видеонаблюдения. Все кадры отсюда в подобных случаях направляются прямиком в полицию. И еще про Виадук. Едва ли не со дня открытия, там идет борьба за территорию. В противостоянии спортсменов и мам с колясками разбирался наш корреспондент. Вы с коляской здесь находиться не можете? Вы точно здесь? Да, пойдемте, мы начинаем правила. А может, не уйдете с площадки? Скейтпарк на площадке Виадук уже давно превратился вместо горячих споров двух поколений. Младшие пытаются отстоять свои спортивные права. А вот взрослые уверены, что территория – это общая, как и весь парк. По их мнению, гулять здесь с детьми и колясками они имеют полное право. Получается, здесь просто бегает туда-сюда. Ему здесь нравится. Почему ему здесь тоже нельзя находиться? А он катается? Нет, он просто вот по этой бегает. Ну, под присмотром родителей, если ребенок маленький. Я считаю так. Если соблюдать правила безопасности, если аккуратно все ездить, то всех будут устраивать. А не так, кто как захотел, так и будут ездить. Можно как-то соблюдать. Ладно, можно здесь по краю как-то сделать, чтобы маленькие катались. Пускай большие и там катаются. Однако делить и без того небольшую площадь с детьми скейтеры и роллеры не готовы. Признаются, чтобы кататься и совершенствовать трюки, и так соблюдают очередь. Мы катаемся, приходят сюда дети с мамами. У нас так места, как видите, мало. И у нас нету просто места, где кататься. Мы боимся сбить ребенка. Если мы собьем ребенка, пойдет оскорбление в нашу сторону. Было много случаев, когда сбивали детей и были к нам претензии. Хоть в правилах написано, что с 14 лет и без спорт оборудования тут им делать нечего. К справедливости ради, стоит сказать, не все родители, даже из солидарности, готовы поддержать стремление других гулять с детьми именно на спортивной площадке. Родители, когда гуляют с колясками, я их вообще не понимаю. Даже в целях безопасности их и их ребенка, даже тот же, который в коляске. Потому что дети, скатываясь, могут не специально даже толкнуть, эта коляска может перевернуться. Моему старшему ребенку 9 лет, я ее туда тоже не пускаю. Считаю, что она еще маленькая для этого. Мое мнение, должно быть какое-то разграничение, хотя бы по времени, чтобы маленькие дети тоже успевали кататься и отдыхать, потому что им тоже хочется. На многофункциональной площадке несколько секций. Две отведены для малышей, а также есть дорожки для прогулок с колясками. На отгороженных спортивных площадках размещены специальные правила поведения. В том числе там прописано, что люди, не достигшие какого-то мастерства, по данному виду спорта, не могут там находиться. Мы здесь визуализируем все-таки спортивную площадку. Именно никакая мама не зайдет в спортзал, где проходят какие-то спортивные мероприятия с колясками. Также и здесь она просто находится под открытым небом. И для мам с колясками, в принципе, хватает места и прогулочного, и другого любого пространства, для того, чтобы не мешать друг другу. Для того, чтобы спортивная площадка наконец перестала быть местом споров, а стала доступным парком, где могут отдыхать и тренироваться все желающие, есть одно простое решение – достаточно уважать друг друга и проявлять терпимость. А пока взрослые предпочитают вести борьбу с детьми. Лала Гасанова, Феликс Расихин, тележайтер компания «Сигма» для НУР-24. А теперь самые читаемые новости с сайта НУР-24 за прошедшую неделю. Виаду, кстати, засветился и в них. В Новом Уренгое эвакуировали посетителей нескольких торговых центров и аэропорта. Новость с этим заголовком заняла первую строчку нашего ТОПа. Подробности читайте в разделе «Происшествия». Настоящий скандал разразился на площадке для скейтеров на Виадуке. Разборки мам с колясками и скейтбордистов заинтересовали новоуренгуйцев на вторую строчку рейтинга. Да, картина маслом, детская площадка. На дороге между Новым Уренгоем и Карачаево попал в аварию легковой автомобиль «Ниссан». В ДТП пострадала женщина с двумя детьми. Корреспондент редакции НУР-24 пообщался с пассажирами рейса Новую Уренгою-ФА, который экстренно вернулся в газовую столицу. Статью начитали на четвертое место. Подозреваемый в убийстве в Новом Уренгое 9 лет скрывался от правосудия. Мужчину нашли во Франции и доставили на Ямал для продолжения следствия. Трагический случай в Ханты-Мансийске новоуренгуйцы начитали на шестое место. Последствием экстренной посадки Як-42 в Новом Уренгое стала доследственная проверка. Также активно жители газовой столицы читали публикацию об отмене рейса Екатеринбург-Ноябрьск на самолете «Сухой Суперджет-100». Подробнее в разделе «Транспорт». ДТП с тремя пострадавшими в газовой столице на девятом месте нашего рейтинга. Завершая топ-но читали статья о злостном нарушителе правил дорожного движения. Так, на Вауренгуйц хлопотал сразу четыре штрафа от госавтоинспекции города. Новостную ленту листала Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. С разницей в один день в Новом Уренгое открыли вело- и мотосезон. Мы решили проводить в дорогу байкеров. На мотопробег отправился наш оператор Владимир Гайнзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В минувшую субботу белые воротнички газовой столицы схлестнулись на поле боя в овесном баттле. О чем это мы? Да, пожалуй, о самых смешных соревнованиях для взрослых. Деньги лопатой грибут. А вот как бы это выглядело в прямом смысле слова. Офисные сотрудники газовой столицы собрались, чтобы побороться за звание самых спортивных в особом своем виде спорта. Катание на стульях, броски в мусорную корзину, бумажек на меткость, разгадывание кроссвордов. Чего только не подготовили организаторы для белых воротничков. Заявки могли подать все желающие. Мы не ограничивали людей, работают они в бизнесе, либо на производстве и в организациях. Вы сегодня видите, что сам достаточно большой. Это и строители, это и дорожники, это газодобывающая организация «Газпромдобыча» и «Дамбур». Провести время вместе еще и в субботу изъявили желание 12 команд по 6 человек. Кто заставил вас сюда прийти? Нас никто не заставил. У нас выходной. Мы хотели собраться, развлечься, посмотреть все это и поучаствовать для себя. Дух командный, корпоративный дух укрепить для этого. Как вообще отношения между собой? Вы ругались уже сегодня? Нет, еще ни разу не ругались. Вот девушка, правда, говорит. Ни разу еще? Нет. Мы дружный коллектив, у нас нет должностей, когда мы здесь все вместе собираемся. Борьба проходила не только среди команд, но и между болельщиками. С трибун перекрикивая друг друга звучали слова поддержки. Мы еще придем сюда и не раз нам очень понравилось. Называется мы электрический стул. В следующем году будете бороться за то, чтобы участвовать, а не сидеть на болельщиках. Обязательно. Словно. До встречи в следующем году. Лучшей в этих соревнованиях по офисным видам спорта стала команда «Газпромдобыча Ямбург». Окунулись в не самую рабочую атмосферу. Дарья Ушакова, Айрат Мухамедзянов, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24». У нас все новости к этому часу. И сейчас свежая хроника происшествий от Гумара Халдарова. До встречи в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова